Здравствуйте! Меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Стоимость билетов 500 рублей. Открытие новой площадки бесплатных занятий «Цигун» для пожилых людей состоится в парке «Минный городок». Место встречи – центральная сцена. Мастер-классы по гимнастике устраивает социальный благотворительный проект по организации бесплатных круглогодичных занятий «Долголетие». Начало в 16.00, вход свободный. На лекцию «Первая мировая война и русское общество» кандидата исторических наук, доцента школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Вадима Агапова приглашает Приморская картинная галерея. «Первая мировая война» была крупнейшей из войн, которые на тот момент знало человечество. Ее стоимость более чем в 11 раз превышала стоимость всех войн за 120 предшествующих лет. В воюющих странах в ряды вооруженных сил было призвано 68 миллионов человек. Лекция Вадима Агапова посвящена всем надеждам, страхам и сомнениям, терзавшим российское общество накануне этих знаковых для него перемен. Начало в 17.00, стоимость билетов 100 рублей. Международная специализированная выставка строительства впервые пройдет в новом экспоцентре комплекса «Приморское кольцо». Все для строительства, ремонта и реконструкции жилых зданий и промышленных объектов, технологий малоэтажного строительства от фундамента до кровли, консультации архитекторов, проектировщиков, строителей, банков, страховых и риэлторских компаний. Деловая программа и не только. Начало в 10.00, вход свободный. Уссурийская тайга также парадоксальна, как характер местных жителей. Здесь перемешаны юг и север, лианы и сосны, крапива и приморский киви, актинидия. А лоси живут рядом с леопардами. Это ли не повод для праздника? Фестиваль тайги пройдет с 29 сентября по 14 октября во Владивостоке. Тайга-фест, уверяют организаторы, это 16 дней волшебства и веселья, ресторанный фестиваль, программа «Тайга в городе» и семейный праздник в арт-парке «Штыковские пруды». Вход свободный. Коллективная выставка фотографий «Друг, воспитанный тобой» пройдет 29 и 30 сентября в рамках юбилейной международной выставки собак всех пород в Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Фотографии для выставки оргкомитет отобрал из 250 присланных снимков. Всего в экспозицию попали 48 фотоисторий. Их авторы – фотографы со всего Приморского края. Начало в 9.00, вход свободный. Массовый заплыв «Дружба-2018» состоится на пляже бухты Патрокол. Маршрут заплыва пролегает вдоль живописного берега полуострова Басаргина. Длина дистанции – 2000, 3000 и 5000 метров. Начало в 9.00, вход для зрителей свободный, стоимость участия – 1500 рублей. Гастроли Государственного театра «Кукол» Карелии в Приморском краевом театре «Кукол» Так в традиционном уличном представлении в честь открытия сезона примут участие и артисты Государственного театра «Кукол» Республики Карелия. А затем состоится спектакль «Федорина горе». Начало в 12.00, стоимость билетов – от 250 рублей. Принять участие в проекте «Попади на ТНТ» приглашают всех желающих. Мобильная съемочная студия телеканала «ТНТ» уже два месяца путешествует по городам России, чтобы снять эксклюзивный контент с участием своих зрителей. Молодожены, принцессы и даже нерпы. Отснято уже более 5000 роликов. Событие пройдет на спортивной набережной. Участие в нем бесплатное. В рамках Всемирного дня туризма на верхней площадке спортивной набережной пройдет четвертое ярмарка путешествий. В ходе мероприятия гости смогут не только узнать интересные факты про разные точки мира, но и увидеть их, почувствовать настоящую Японию, увидеть другую сторону Макао, насладиться чарующим гостеприимством Филиппин, узнать традиции Сингапура и почувствовать гостеприимство Кореи. Начало в 12.00, вход свободный. В рамках Дня тигра на центральной площади Владивостока пройдет фотосушка. Это интерактивная выставка фотографий, принять участие в которой может каждый. Участник может повесить свои работы, сушиться на веревке с помощью прищепок, а в обмен забрать любые другие. Начало в 12.00, вход свободный. Юбилейный концерт «Пойте с нами» камерного хора ДВФУ состоится в Пушкинском театре. Камерный хор ДВФУ был основан в 2003 году и уже в 2004 впервые выступил на крупном краевом фестивале «Болдинская осень». С 2008 года коллектив вышел на международный уровень, приняв участие в пяти всемирных хоровых играх в Австрии, КНР, США, Латвии и России завоевав золотую, две бронзовые и восемь серебряных медалей. Начало концерта в 16.00, стоимость билета в 300 рублей. Пока на этом все, хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова